На стенах свежая окраска, полностью готовая электрика. Буквально преобразилось бывшее здание военной части в поселке Новый Городок. Очень скоро эти комнаты смогут принять 40 семей медицинских работников. Работа над созданием нового общежития для сотрудников учреждений здравоохранения практически завершена. Осталось только завести в помещение новую мебель. Осмотр здания провели в ходе традиционного субботнего совещания администрации Щелковского района. 21-го. Уже две комнаты мы представим. Мебли ровные, остальные готовы к заселению. Посмотрим, как будет обставлена комната, понравится, не понравится нашим уважаемым коллегам со здравоохранения. И после этого готовы будем принимать врачей. Очень кстати, самых юных квартирантов нового общежития будут встречать детские сады, расположившиеся по соседству. Завершаются работы на двух объектах дошкольного образования в Медвежьоозерском поселении. Садик на 240 мест с бассейном планировали сдать в эксплуатацию 15 июля. Однако отложили в связи с погодными условиями. Немножко коррективы внесла погода. Персонал здесь бросил на то, чтобы по максимально Медвежьоозера очистить от павших деревьев. Соответственно, вывезти мусор. Но сами видели, до конца еще там не сделали. Будем работать. Но, во всяком случае, на следующей неделе это будет событие. Последние штрихи вносятся в строительство детского сада в поселке Новый Городок. Завершается благоустройство. Асфальтируется покрытие на входных группах. Вокруг садика уже готов пушистый и свежий газон. Однако, немного тормозит окончание работ проблема с финансированием. Опять, международное финансирование, немножко как бы схема вроде отработана. Но на данный момент тут виноват уже муниципалитет. Свою долю финансирования, к сожалению, не смог представить. Поэтому, в понедельник, рано утром, в 7.30 провожу совещание, для того, чтобы изыскать средства и софинансировать оплату всех выполненных работ. Осмотрели в рамках воезного совещания несколько жилых домов. Проверили, как идет подготовка к отопительному сезону. Для сравнения оценили готовность системы теплоснабжения в домах старого и нового жилфонда по адресам Линнина 7 и Чкаловская 10. Так было решено в течение рабочей недели провести семинар для управляющих компаний по методам подготовки жилфонда к отопительному сезону. Попутно оценили качество проведения ремонтных работ. Дом номер 7 по улице Линнина был построен примерно в 30-х годах прошлого века. Сейчас там продвигается капитальный ремонт кровли и фасада. Фасад нам нравится. Мы согласовали цвет дома, потому что цвет изначально был другой. То есть подрядчики пошли нам навстречу, изменили цвет, потому что изначально он был такой бежево-коричневый, а наш дом традиционно был желтым. Мы хотели, чтобы он сохранил этот цвет. Наш дом 34-го года, и поэтому, конечно, то, что он сейчас ремонтируется, мы очень довольны. Масштабная работа, конечно, развернута по ремонту квартирных домов с долгами за 15-й год, с исполнением работ за 16-й год. То есть жители увидят и почувствуют, как меняются их дома. В завершении выездного совещания осмотрели детскую площадку, построенную на улице Заречной в рамках программы губернатора «Наша Подмосковья». Открыть новый игровой комплекс планируют в течение недели. Однако руководитель районной администрации отметил, что необходимо соблюсти все нормы благоустройства вокруг самой площадки – от газона до входных групп. Александр Гранич, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».